Не попасться на удочку мошенников. В Самаре стали появляться сообщения, которые рассылают в общедомовых и школьных чатах от имени Банка России. В них говорится, что по распоряжению правительства Российской Федерации, с получателя ежемесячно будут списывать средства на нужды СВО. Чтобы отказаться от списания денег, нужно перейти по ссылке. Такие сообщения рассылают мошенники. И если всё сделать по инструкции, лишишься денег. В арсенале кибермошенников множество схем, с помощью которых они похищают деньги. При этом злоумышленники постоянно меняют сценарии, ориентируясь на актуальную новостную повестку. В рамках разных схем мошенники могут представляться сотрудниками операторов связи, государственных и правоохранительных органов, работниками банков, в том числе Центробанка. Через электронную почту и мессенджеры они направляют ссылку, переход по которой приводит к заражению вирусом. Главная цель злоумышленников – получить личные и финансовые данные человека для доступа в онлайн-банк и похитить его деньги. По словам специалистов, такие сообщения – типичный фишинг, или в переводе с английского – рыбная ловля. Так называют вид интернет-мошенничества, цель которого – получить идентификационные данные пользователей. Сюда относятся кражи паролей, номеров кредитных карт, банковских счетов и другой конфиденциальной информации. После перехода могут быть различные установлены вирусные программы, которые заблокируют сотовый телефон, после чего будет произведено списание денежных средств с банковской карты граждан. Или будет переход на сайт двойник банка, он будет выглядеть правдоподобно, человек будет думать, что да, действительно он находится в настоящий момент на сайте банка, будет вводить какую-то персональную информацию, которую вводить ни в коем случае нельзя. После чего будет также произведено списание денежных средств с банковской карты. Чтобы не стать жертвой мошенников, не сообщайте третьим лицам личные данные. Данные банковской карты, коды из СМС и секретные слова. Нельзя переходить по ссылкам от неизвестных отправителей, вводить данные карты на непроверенных сайтах. Для интернет-покупок стоит завести отдельную карту и пополнять ее только перед оплатой товара на сумму, эквивалентную его стоимости. Если вы получили подозрительные СМС-сообщения, заблокируйте абонента и отправьте сообщение в СПА. Виктория Шарая, События.